Евгений, как ты и твое дело пережили чрезвычайное положение во время пандемии коронавируса? Два с половиной месяца я находился в режиме паузы, выключения и два с половиной месяца я занимался тем, что ждал, когда все это закончится. Я занимался уборкой, я занимался уборкой территорий, я занимался наведением порядка личных дел, играл с детьми, гулял, смотрел сериалы. За это время влез туда, куда не влезал два года, навел порядок и я ждал. Какие основные выводы сделал, какие ты, может быть, инновации открыл? Инновации никаких не открыл, несколько раз я похулиганил в зуме, сделал несколько онлайн мероприятий, но когда их провел, понял, что я этим заниматься не хочу. Мне это неинтересно по одной простой причине, что ты не можешь контролировать вот этот такой процесс масштабного праздника. Может быть, один на один с каким-то ребенком было бы это и хорошо, но когда их много, очень тяжело. Есть дети-лидеры, есть стеснительные дети, нужно объяснять четко правила, как вести эту зум-конференцию, как вести это мероприятие. И в живом контакте это все намного лучше. Пандемия, надеемся, скоро отступит. Какие планы на ближайшее будущее? Сезон мая-июнь уже прошел, и, соответственно, он потерялся. У нас отменилось большое количество праздников, выпускных. Кто-то праздники отменил совсем безвозвратно, кто-то их перенес. Ну, а я сейчас готовлюсь уже к осени и к зимним мероприятиям. Что посоветуешь другим, как подготовиться к разным сценариям? Не нервничать, не психовать, не заводить других. Нужно быть спокойным, потому что если ты нервничаешь, ты сам себя тянешь на дно, у тебя появляются разные мысли, а те обстоятельства, которые были, ты не можешь изменить. Поэтому нужно просто ждать, верить, ну и чтобы все, кто вокруг тебя, были абсолютно спокойны.